Если меня сейчас спросить, а что нужно изучать, чтобы через 5-10 лет иметь стабильную занятость и чувствовать, что ты занят важным делом, я не могу назвать вам ни одной дисциплины, кроме как дисциплины, которая называется психология человека. Очевидно, что человек, который окажется в новом этом дивном мире, где искусственный интеллект сможет производить товары, оказывать услуги и так далее, он столкнется с фундаментальным личностным кризисом. В значительной степени мы же самоопределяем себя через какие-то наши достижения, какую-то нашу профессиональную занятость и прочее. Что делать человеку, когда машина за него решает что-то лучше, чем он сам? У нас есть работа, необходимость работать. Мы вынуждены себя, что называется, иногда за волосы вытаскивать, там, сказать, одно вставай тряпка, действуй вперед, иди, действуй, иди, работай. Вот солнце еще высоко, давай. Когда такой необходимости не будет, у человека столкнется с проблемой. А как себя вообще собрать, организовать и так далее. Именно поэтому психологи, специалисты, которые хорошо понимают, как работает человеческая психика, как человека можно мотивировать, как можно нарисовать ему тот образ будущего, который позволит ему найти в себе внутренние ресурсы для того, чтобы двигаться вперед. Как справиться с психологическими проблемами, которые в ситуации такой неизбежно начинают появляться. Такой психолог будет, ну, как бы уже необходимым условием для того, чтобы поддержать и в обществе, и в конкретных каких-то организациях, компаниях, и в жизни просто человека, дать ему ощущение того, что он живет не зря. То, что он живет осознанно, осмысленно. То, что в нем есть полнота этой жизни, и радость этой переживания.